всем привет воскресенье день тяжелый какой-то вообще не про отдых абсолютно я с утра встала и сразу побежала убирать квартире чтобы быстрее справиться до обеда потому что сейчас у меня по плану съемка на двух точках я еще хочу успеть зайти к шве которая здесь у нас на песках работает и дать брючки отрели хайп потому что не очень длинные чтобы укоротили их мне потом я хотела снять предметку и до завтра нужно сдать последнее задание которое сделали как дипломной на нашем курсе за которые можно получить отдельное количество баллов я очень хотела его сделать вы же знаете с булками своими которые не получились поэтому я думаю что я куплю какую-то красивую выпечку определенного вида и попробую это сделать для того чтобы успеть издать эту работу мне это реально интересно и хочется еще мне плюс параллельно работа сегодня была я хочу на завтра все запланировать мне еду нужно приготовить я хочу чтобы день закончился я просто смотрю меня еще раздражает то что на улице нереальное солнце нереальное тепло больше двадцати градусов и опять же это желание моё не скончаемое просто сесть на лавке из кофе и не думать ни о чем вообще ни о чем я заметил за собой я заметил за собой не даже лёша говорил об этом что даже на танце что я очень сильно любила всегда и где я расслаблялась я думаю о работе еще о чем-то то есть больше вот этой пустой легкой головы нет это очень стрёмно ну типа я хочу чтобы она была просто хотя бы один день пустая не получается вот у меня образ сегодня липку можно было конечно погладить но я так спешу что думаю ладно разгладиться пока буду ходить балеточки носочки мне нравится носками потому что с носками как-то мне и комфортней ощущать себя чем без такой обуви и не совсем холодно потому что погода обманчивая это лонг с реки хайп очень мне понравился хотя его изначально думала вернуть даже а теперь понимаю что это была очень классная покупка у него очень хорошая ткань он такой свободненький у меня штатив сумочка косичку заплела потому что когда иду на точке волосы всегда собираю пара раза это втык получила когда только начинала работать теперь всегда с волосами собраны ну понятно кухня все дела все поехала я удачи мне красивый блеск от кларанс мне очень нравится очень нравится так я свою первую работу выполнила снимала сегодня пиццу всякую разную руки попачкала конечно мы сегодня делали две и в одну мы снимали как рецептом как сделать пиццу из половинок с разными бортами очень прикольно люди если что смогут такое дома повторить борта боже борта прицепная моя кровь борта фанера двойка сосиской там сыром и девочки так понравилась девочка такая нам молодец так чисто вот так быстро все сделали она вот четко мне помогала думаю к не еще буду приходить потому что другие шмы девочки уходят вот поэтому сейчас я зайду быстренько в этот бридж магазин на котором им рассказывал чудо магазин в котором есть все потому что я ищу красивые в пончики для предметной съемки определенные если я их не найду нигде сегодня очень расстроюсь а потом еду на точку с роллами снимать дальше про акцию которая будет на этой неделе там будут скидки на драконов поэтому все драконы нужно будет отснять к сожалению тех самых кончиков здесь нет зато посмотрите какие здесь в принципе красивые разные десерты очень-очень красиво и гляньте как шикарный торт без я вам уже показывала гигантской вот маленькие тортики но здесь конечно классно но я не нашла то что не нужно это не нужно съемки пончики я просто не верю ребята неужели судьба я давно не видела в нашем теле по этих пончиков прихожу лежит одна единственная коробка с тремя как я и думал пончиками да я хотела взять там с вареньем какие-то другие здесь именно со сгущенкой но неважно это же просто судьба было что именно они три ждали я просто в шоке сколько они хоть стоит 19 грн за 100 грамм а тут сколько грамм а тут 479 англа понятно ну ничего господи смотрите какие классные красивые булки я еще вчера вам их показывал тут получается макова лимонная вишневая шоколадная а еще какая-то кораблик с королицу блин вот зачем такой тем я в свои 27 лет превратилась в папу или просто другого мужчину 50 плюс что просто каждый ветер смотрю что-то с лёшей и я вот так вот короче засыпаю и в один момент я врубаюсь просто сидя засыпаю и лёша такой не спать это вот так вот я вообще не вижу как так делать конечно потому что я пугаюсь но я просто выключаюсь как будто кто-то нажимает на кнопку это настолько как-то мне стыдно и я не знаю ну то есть я не виновата это значит что я либо устаю либо не высыпаюсь ну короче какой-то темп жизни значит такое что ты просто ты просто к 11 часам врубаешься на месте сидя никогда такого не было с другой стороны это так как-то кринжово как будто бы я же говорю тебе сто тысяч лет и ты просто старикан не знаю даже как это сказать это ужасно не знаю у кого тоже так поставьте лайк напишите комментарий что у вас тоже так чтобы не было спокойно короче я работала сегодня потом снимала свою предметку который мне вообще не понравилось потому что опять же не успела со светом как я хотела я испортил один фон пончиками не очень жирные и эти же фоны не предназначены прямо для фотографий это просто бумага по сути я еще не дошла того что покупать прям правильные фоны и подставки под них вот поэтому подручными средствами бы этого справиться мне не понравилось что я сняла очередной раз поэтому я буду переснимать что-то другое абсолютно то есть нам для дипломной работы нужно сбросить одну фотку и одно видео фотографии думаю завтра на работе сделать а-ля предметную с печеньем и видео снять все-таки не вот так вот предметку а снять более глобальное какое-то в городе себя снять хочу я не знаю получится ли у меня что-то из этого и вообще эту работу делать не обязательно мне бы хотелось для дополнительных баллов для какой-то не знаю оценки для большего развития сделать это все таки потому что ну вот оно не получается и все но я должна это добить я должна я просто себе обещаю это сделать не знаю как я завтра все это успею потому что я бы говорила что план у меня просто безумный мне вот сейчас ложится и вставать уже очень скоро я очень рано буду вставать завтра но я надеюсь что у меня все получится верю в свои силы и увидимся с вами утром друзья привет из понедельника короче не знаю как я там выгляжу сейчас села на солнце меня жарит я думала что из-за того что я надену рубашку и топ мне сегодня будет холодно ребята мне жарко даже в этом я смотрю на людей в куртках и мне просто жалко реально очень тепло очень такое солнце ядреное какое-то так это только апрель это только апрель в общем снимали мы с девочкой видео все сняли вроде бы получилось задействовали сегодня петличку мы снимали мукбанг асмр старались снять понятно что для супер мега качественного такого ролика надо микрофон прям не знаю какого уровня какой был такой использовали и в принципе мы хотели показать ассортимент хрустящих закусок вот и вроде бы показали сейчас у меня окно в которой буду работать выполнять свой рабочий план потом не нужно быстро пообедать и на 13 30 я записалась на маникюр рядом здесь потому что у меня там сломался короче лак отвалился а потом еду на другую точку снимать и еще мне нужно снять домашку для курса вот эту дипломную сегодня эти тоже будут заниматься стараюсь все усметь пока сижу на лавочке и работаю на обед сегодня уже смотрите кстати какой у меня красивый сегодня обед тут галета с тыквой и сыром оранж точнее даже бамбул и шарик восточный но это просто какая-то напасть у меня руки трусятся капец потому что как обычно пошла в туалет и прилет почему как это просто истерика у меня вот руки ужасно трусятся на шандарах я в центре города и пишут что еще честно ребята уже выпасть надо прям очень трудно я вот это все время что сидела кушала я что-то это проглатывала эту еду ничего не поняла я просто очень сильно разнервничать очень я все время что сидела чувствовал такой тремор в руках у меня сердце колотится я просто не могу нормально успокоиться говорят что это ну говорят где-то близко со мной относитесь я не знаю но это было очень громко и страшно карина горит потом был еще какой-то взрыв но я его не слышала какой-то совершенно другой был какой-то другой был звук была на точке еще с кофе снимала там а сделок с этим маникюр у меня здесь бордовый мягкий квадрат не буду на этом акцентировать внимание да поснимала на точке этих только с девочкой поснимать вообще мне начинается девочка с которой сейчас работа она очень такая харизматичная симпатичная веселая класс я с такими люблю работать поснимала предметку я как бы объединила я сняла для работы и сняла как бы для домашней работы то есть я объединила вот это все в одно потому что я хотела сделать предметное фото а себя снять одну отдельно для видео для домашки но я просто тупо не успеваю потому что сдать надо до восьми уже пол седьмого где-то я сейчас должна быстро сделать монтаж обработать фотку и быстро скинуть чтобы успеть все таки сдать эту дипломную работу вот и мне нужно подготовить все на поездку я не говорила что поеду в киев это спонтанная вообще поездка родители едут в командировку я все-таки решила упасть темнохвост потому что справилась с объемом который у меня было я могу отъехать на один день буквально рекорд точно но все равно буду в дороге работать я буду постоянно работать поэтому каком-то там отдыхе не идет речь это просто смена обстановки которая мне очень нужна особенно после сегодняшнего стресса я поняла что ну типа я уже не могу мне просто уже я не знаю я не знаю чего хочется не знаю ничего не помогает очень сильный стресс даже я человек достаточно стрессоустойчивый уже просто иногда не выдерживаю и только что зашла в новости прочитала что сегодня погибло три человека еще раненые три человека погибло просто вот опять погибшие у нас перед их от особо не было четверг пятница суббота воскресенье тихо было найти понедельник обстрел найти погибших этого это ужасно это просто уже невозможно терпеть я не знаю как это сказать это просто кошмар если такая шла на нервов вся на этот маникюр и на работу у меня трусила я понимал что сейчас может опять прилететь и очень жаль людей очень жалко и неизвестно что она будет дальше короче сейчас я доделываю свою домашку скидываю ем собираю вещи и доделываю работу я делаю влог и короче пока лягу спать уже надо будет вставать потому что мы 6 утра собираемся уезжать хорошо что остались роллы вот я буду доедать ребят 19 48 я это сделала я отправила домашку господи я отправила я очень рада я молодец приняла душ взяла себе физик сделала чай и буду не знаю смотреть немножечко телек параллельно что-то подготавливать на завтра потому что вставать да очень рада чтобы в 6 уехать вот там у меня гора моих вещей в которых я поеду сумка вроде бы едешь знаете на один день одну ночь сегодня же будешь ночевать в отеле все равно же надо все взять и чуть-чуть косметики и тапочки и пижамку и боже но все равно рада что хоть немножечко сменю обстановку да я буду больше в дороге чем в киеве но тем не менее кстати по поводу физи знаете что был конфликт недавно у физи и масло том по моему да бренд называется и я честно говоря была на стороне физи просто потому что они себя вели корректно в этом конфликте и не было вроде как никаких доказательств того что там их компания связана конкретно с россией все дела вот ну что там сразу какие-то обвинения пошли непонятные но они решили конфликт насколько я поняла помирились все хорошо и как бы пусть такого и не будет потому что ругаться нашим брендом это не круто и каждый делает свой продукт хороший тем более что и те и те как бы на слуху просто что масло томп достаточно грубо и как-то некорректно высказались у себя там впасти ну кто в курсе тот знает вот как то как то так такая ерунда конечно да все такая фигня сейчас на фоне других проблем я еще когда помонтировала немножко это видео посмотрела на себя вчерашнюю какая сидела и рассказывала что у меня вырубать это просто ужас просто сама напрашиваюсь на хейт но я реально сидела никакая я вот такая буду через минут 40 то есть это как бы мое нормальное каждодневное состояние я себя так каждый вечер чувствую а утром встаешь приводишь себя в порядок носишь какой-то макияж уход вещи прически типа такая вся адекватная нормальная идешь делать дела работать работу а потом вечером превращаешься в этого монстра и лишь 50 10-летнего мужика как я сказала и это и смешно и не очень если честно надеюсь ночью хотя бы сегодня ничего не будет потому что это стресс он меня доканывает последнее время спасибо за то что смотрите то что ждете мои видео то что в инстаграм там лайкайте что-то комментируете очень ценю всех очень люблю обнимаю пожалуйста берегите себя старайтесь справляться с эмоциями нервами дышите я не не знаю рада для себя чем-то потому что все это очень сложно и это говорю уже второй год мне доело это говорить но такая жизнь сейчас у нас спасибо еще раз берегите себя пока увидимся в киеве наверное уже